Коллеги, привет! Решил сегодня рассказать вам о своем опыте использования всяких приспособ для шприцов с флюсом или паяльной пастой. Иногда в комплект к шприцам с флюсом или паялкой кладут вот такие обычные пластиковые поршни. Толку от них не особенно много, но пользоваться в принципе можно. Вот только резинка тут странная. Вроде и неплотно сидит, и в то же время мешает. Ни туда, ни сюда. Но можно от нее избавиться и давить так. Бывают еще всякие модные металлические поршни. Не могу сказать, что это отличное решение, хотя все-таки эта штука поудобнее. И довольно долго я именно ими и пользовался. И для флюса, и особенно для паяльной пасты. Но когда долго паяешь, и особенно когда много элементов и руками наносишь паяльную пасту, она довольно густая и давится туго, тогда уже становится заметно некомфортно. Ну и хват получается, как обезьяна палку-копалку держит. А таким хватом и в площадку для мелкого элемента трудно попасть, и дозировать пасту сложно. Про дозировку пасты стоит в двух словах сказать отдельно. Для СМД компонентов это довольно важный момент. Но понятно, что когда пасты мало, то и сопротивление такой пайки может быть заметным для схемы, и механическая надежность снижается. Может просто треснуть именно по припою. Но и когда пасты слишком много, это нехорошо. Как правило, производители компонентов рекомендуют, чтобы наплыв припоя, еще это называется галтель, чтобы высота этой галтели на контактном выводе элемента была от 1 четверти до 3 четвертей высоты элемента. Если слишком щедро навалить пасты, то в принципе, если только припой не касается корпуса компонента, то ничего страшного не случится. Но вообще это тоже крайне нежелательно, потому как повышается риск разрушения компонента при механических изгибах платы. Особенно это опасно, если у вас какая-то длинная доска. И конечно же стоит вспомнить так называемый эффект надгробного камня, когда из-за большого количества паяльной пасты и как следствие чрезмерного поверхностного натяжения расплавленного припоя, компоненты встают, что называется, на попа. Так что можно изрядно сэкономить себе время и нервы, если дозировать пасту более внимательно. Лучше лишний раз стереть и нанести заново, чем потом прижимать непослушные компоненты к платье, ловить уплывающие и слепающиеся компоненты, а после остывания снимать излишки паяльников. Для упрощения процесса есть всякие интересные профессиональные пневматические дозаторы за кучу денег. Я такими не пользовался, да и необходимости в этом у меня пока не возникало. Но зато есть продажи и всевозможные простенькие приспособления, которые тоже часто называют дозаторами. Хотя это скорее просто прессы, давилки. Самый простой вариант вот такой, и сразу скажу, что он и есть самый удобный. Сейчас их полно продают в штампованных, на любой вкус и цвет, а когда они только появились, я видел на Алике даже отпечатанные на 3D принтерах экземпляры. Интересно, насколько это окупалось. Они легкие, компактные, держать можно обеими сторонами, кому как удобно, в общем, гуд. Периодически надо подкручивать винт, но это не напрягает, особенно если сравнивать с поршневым вариантом. Или, например, с такими, где надо подкручивать ограничитель на каждую порцию. Ну и есть разного вида пистолеты, например, такой. Тут еще сбоку вырезы под запасные иглы, а обратный ход поршня ограничивается линейным храповиком. В целом конструкция неплохая и работать вполне удобно, но мне все-таки больше понравился предыдущий вариант. Понятно, что дозировать приходится полагаясь на опыт, но опыт этот набирается довольно быстро. Да, и еще стоит упомянуть вот такие пистолеты. Они крупнее, рассчитаны обычно под шприц на 30 кубиков, в отличие от предыдущих, которые на стандартный 10-кубовый шприц. Такие обычно используют для всяких клеев, в том числе есть модели для двухкомпонентных клеев. Обычно их применяют для ремонта всякой техники, ну и может еще модельки клеить удобно, кто увлекается. В общем, резюмировать это все можно следующим образом. Поршни. Компактные, неубиваемые, но сколько-нибудь серьезную железку с ними не спаяешь. Всякие разные пистолеты с храповиками, вариант рабочий, но довольно громоздкий. А простые рычаговые давилки, хоть и не особенно крепкие, но самые удобные. Их удобно держать, легко выдавливать густые пасты, достаточно точно получается их дозировать и легко попадать на контактные площадки. Такой сегодня получился мини-обзорчик. Всем пока, будьте здоровы и оставайтесь на связи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!